Сына и Святаго, Духа, Аминь. Избраны из бесец святого Иоанна Затаустова. Как воробей, хотя бы он не всем телом попал в сеть, но только одной частью, например, ногою, находится во власти поставившего сеть, так и мы находимся во власти дьявола, хотя бы уловлены были им не все целы и по вере, и по жизни, но только по жизни. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное!» Матфея 7, 21. «И я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие!» Матфея 7, 23. «Видишь ли, что и вера не доставляет нам никакой пользы, если нас не знает Владыка!» И Девам тоже сказал Матфея 25, 12. «Не знаю вас! Какая же им польза от девства и многих подвигов, если их не знает Владыка!» И во многих местах мы находим, что люди, нисколько неосуждаемые за веру, наказываются только за порочную жизнь. И, напротив, иногда люди, нисколько неосуждаемые за жизнь, погибают за неправые учения, ибо то и другое держатся взаимно. Видишь ли, что мы находимся в сети дьявольской, когда не исполняем воли Божией? «И не только за всю жизнь, но и за один порог люди часто ввергаются в гиену, если у них нет других равносильных добрых дел. Так и девы были осуждены не за блуд, не за прелюбодеяние, или зависть, или вражду, или пьянство, или за неправоверие, но за недостаток елея, то есть за то, что не творили милостыни, ибо это значит елей. И те осужденные, которым сказано, стих Матфея 25, 41, «Идите от меня, проклятый, в огонь вечный». Также были обвиняемы ни в чем-нибудь подобном, но в том, что не напитали Христа. Видишь ли, что и один недостаток милосердия может вернуть в огонь гиенский. К чему, скажете мне, будет годен тот, кто не творит милостыни? Ты постишься каждый день, но и те девы постились, однако не получили отсюда никакой пользы. Молишься, но что в этом? Без милостыни и молитва бесплодна. Без нее все нечисто, все бесполезно. Без нее теряется большая часть добродетели. Не любя и брата своего, говорит апостол, не позна Бога. Сравните 1 Иоанна 3, 10 и 4, 8. Как же ты любишь его, если не хочешь поделиться с ним чем-нибудь из этих малых, ничтожных благ? Ты соблюдаешь, скажи мне, целомудрие. Почему? Потому ли, что боишься мучений? Нет, но потому что таков ты от природы. Если бы ты соблюдал целомудрие по страху мучений, преодолевая такое побуждение и такое насилие, то ты гораздо более мог бы творить милостыню. Ибо не все равно обуздывать страсть к богатству или к телесным удовольствиям. Последнее гораздо труднее. Почему? Потому что последнее удовольствие естественное, посеянное насажденное в нашем теле, а страсть к богатству не такова. Милосердие и сострадание. Вот чем мы можем уподобиться Богу. А когда мы не имеем этого, то не имеем ничего. Не сказал Господь, если станете поститься, то будете подобны Отцу вашему. Не сказал, если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны Отцу вашему. Все это не относится к Богу. И Бог не делает ничего такого. Но что? Лука 6, 36. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Это дело Божие. Это дело Божие. Если же ты не имеешь этого, то что же имеешь? Милости. Я милости хочу, говорит, а не жертвы. Отец 6, 6. Бог сотворил небо, сотворил землю и море. Велики эти дела и достойны его премудрости. Но ничем он так не расположил к себе человеческий род, как милосердие и человеколюбие. И то есть дело его премудрости, силы и благости, но гораздо более то, что он сделался рабом. Не поэтому ли мы более удивляемся ему? Не поэтому ли более благоговеем пред ним? И Бога ничто столько не располагает к нам, как милосердие. Аминь.